Шеглов, который знает, что такое советский власт, я не его, я всего народа. Увидав, что родной отец, он ему теперь не родной, этот отец ворует социалистическую собственность, он сказал НКВД, чтобы отца уничтожить, как врага народа. Вот какие люди у нас, товарищи, есть. Вот какие пионеры у нас есть. Вот наша сила и мозг. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Население написало, как считается, 4 миллиона доносов. Самые распространенные сигналы об антисоветских высказываниях. Сослуживцев, соседей, знакомых. Это еще и способ обезопасить себя. Анекдот из тогдашней жизни. Мужик, за что сидишь? А за недоносительство. Это как? Да выпивали мы раз на троих. Один рассказал анекдот про Сталина. Когда допили, второй сразу пошел в НКВД сообщать. А я поленился. Думал, утром схожу, успеется. Большинство дел тайные. Но тон кампаний задают шумные показательные процессы в Москве. Они были подходящими для того, чтобы открыть в роду эти самые ворота. Как в этом цинично признался, хотя потом завертелся, пытаясь гирять и заметать свои стилипо-судимый Бухарин. На самом большом в марте 1938-го судят 21 деятеля, в том числе бывшего любимца партии Бухарина, преемника Ленина на посту премьера Рыкова и недавнего главного чекиста Ягоду. Сы фашизма Бухарин, Рыков и их компания. Нам вспоминалось то время, дети не ходили засыпать, пока не узнают, как себя чувствует дедушка Горький. А эти подлые, низкие звери стояли у его кровати, и они сделали, чтобы хитро умертвить его. Я думаю, товарищи, что выражу мнение всего пролетариата нашей страны, если скажу, что нужно этих гадов расстрелять. Заранее зная о неминуемой гибели, почти никто не пытается спастись. Лишь начальник дальневосточного управления НКВД Люшков сбежит в Японию, где много расскажет о сталинском терроре. Жен номенклатурных обвиняемых арестовывают вместе с мужьями, часто и расстреливают. Совершеннолетних детей сажают, а маленьких помещают в закрытые приемники. Они все ЧСИР, члены семьи изменника Родины. Наталья Алексеевна, за плечами 20 лет тюрьмы ссылок. Осуждена особым совещанием при НКВД СССР. Как говорили тогда, за то, что была дочерью собственных родителей. Сталин остановит вакханалию в ноябре 1938-го, прекратив работу троек. Репрессии станут упорядоченными. С осени 1936-го по осень 1938-го только по линии госбезопасности осуждено до полутора миллионов человек. Расстреляно около 725 тысяч. Через 20-25 лет на 20-м и 22-м съездах КПСС главной жертвой произвола объявят партию. Но не реабилитируют даже многих видных коммунистов. В отношении рядовых погибших дела прекратят за отсутствием состава преступления, не выразив даже никакого сожаления. О компенсациях выжившим и подумать немыслимо. Из западной советологии придет понятие «большой террор». И при очередной его угрозе следующие поколения будут повторять. Готовится новый 1937-й год. События, люди, явления, определившие образ жизни. То, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Продолжение следует...